Привет друзья, подъехала свежая информация. В следующем обновлении 1.27 в игре появится ежемесячная подписка с хранилищем золота, уникальным танком, бонусами для экипажа и другими фишками. Сейчас я вам расскажу, что в этой подписке есть, точнее что в ней будет в патче 1.27. Я заранее скажу, что меня что-то как-то не особо заинтересовало, но давайте посмотрим, что в ней есть, а вы в комментариях напишите, надо оно вам, не надо и что бы вы хотели. 1. Хранилище золота. Позволяет зарабатывать голду, катая в рандоме, натиске и линии фронта. Аналогично с хранилищем кредитов, будет открываться автоматически каждую неделю, даже если на этой неделе подписка закончилась. Каждую неделю будет накапливаться до 500 золота. Сейчас в игре часто проходят боевые дневники с 15 заданиями, где стабильно фармлю 11 золото. Также коробок столько, что открывая их, ты тоже какое-то там золото время-тремени получаешь. И в целом как-то особо недостатка золота у меня лично нет. Но это приятный бонус, если там есть что-то еще интересное. Лишнее золото не будет, его всегда есть куда потратить. Поэтому это такое типа. Это скорее для тех, у кого золота на аккаунте мало. Я думаю, что такие тоже имеются в достаточном количестве. Но чтобы это золото получать, нужно играть. То есть если вы редко играете, то вы наверное не набьете 500 золота за неделю. То есть это плюшка для тех, кто много играет и у кого нет золота. Если вы мало играете, вы наверное не будете получать 500 золота в неделю. Если у вас много золота, то оно вас не сильно заинтересует. То есть здесь уже есть моменты, где вы можете не попасть. И это может вас не заинтересовать. Следующее. Ускоренное обучение экипажа для одной выбранной тачки. Пока действует подписка, каждый член экипажа выбранной машины будет получать 50 единиц опыта экипажа каждые 5 минут. Причем независимо от того, находится игрок онлайн или нет. Обещают акции, по которым каждый член экипажа будет получать 100 очков опыта каждые 5 минут. Грубо говоря, вы в эту подписку заходите, выбираете там экипаж какого-то танка. Он видимо должен сидеть в танчике. И они будут качаться, даже если вы просто альт f4 нажмете потом и уйдете по своим делам, а экипаж качается. Опять же для кого это? Для тех, у кого есть экипажи, которые нужно покачать. Но наверное есть люди, у которых и экипажи в основном прокачаны. Вот допустим как у меня. Но при этом при всем, все равно найдется танчик, где перков мало, можно что-то подкачать. То есть эта плюшка в принципе-то пойдет. Всегда есть экипаж, который можно подкачать. Или выйдет новая ветка. Но сначала нужно еще выкачать видимо танчик, чтобы начать там экипаж качать. Было бы удобно, чтобы ты заранее мог уже начать качать экипаж на какой-то танк. В принципе вот пока первые два пункта, они вроде неплохие, но я бы не сказал, что в них прям есть очень большая необходимость. Некоторым чуть больше это понравится, некоторым чуть меньше. Но прям какого-то чего-то сверх нужного для старичков здесь особо нет. Пока что первые два пункта 50 на 50. Следующее. С подпиской можно будет бесплатно демонтировать штатное оборудование. На снятие боновой, трофейной и экспериментальной оборудки не работает. То есть вот это вообще мимо меня. Я вообще не пользуюсь белым оборудованием уже года два наверное точно. А то может быть и больше. Я либо переставляю розовое оборудование, либо фиолетовое. Но фиолетовое стараюсь не переставлять, а просто сразу намертво купил в какой-то танк и оно там сидит. То есть вот этот третий пункт абсолютно мимо. Если первые два хотя бы 50 на 50, то этим я даже не буду никогда пользоваться. Но это может заинтересовать игроков, которые играют много, но при этом не получали розовое или фиолетовое оборудование и часто играют на белом, а обычном оборудовании за серебро. Но если вы много играете, то вы автоматически проходили боевые пропуски и хоть какое-то розовое оборудование получали и наверное тоже хотите его иногда бесплатно бы и переставить. Не говоря уже про фиолетовое или экспериментальное. Что там вообще дорого за эти шестеренки и бонны снимать? Хотя бы скидку получить на снятие оборудования розового, фиолетового и экспериментального? Тогда да. А так пока это что-то мимо. Улучшенные награды за выполнение ежедневных боевых задач. Я, честно говоря, не сильно на них внимание обращаю, но что-то там выпадает интересное. Я задания не читаю, награды тоже не смотрю, что-то там сыпется и сыпется. Не исключаю, что даже что-то там полезное есть. Особенно прикольно, что когда выходит новая ветка, если ее не начинать качать, а просто дальше играть в игру, то все чертежи, которые падают, они падают на новую ветку и новые танки могут автоматически прокачаться. Меня больше всего интересует, будут ли в улучшенных наградах больше чертежей. Остальные награды, ну плюс мусор, ну и ладно. И непонятно насколько, что там улучшится. Пока только такая поверхностная информация. Следующий бонус к доходности для всей команды, если в команде есть игрок с подпиской. Каждый игрок с подпиской в команде игрока увеличивает доход на 1%, но не более чем на 10%. То есть получается у нас 15 игроков в команде, если 10 из них с подпиской, то плюс 10% фарма. Тем самым в любом случае игроки будут больше получать серебра. Хоть на чуть-чуть, даже если один чел будет в команде, плюс 1% это все равно, плюс серебро всем. Ну и здесь чем популярнее будет эта подписка, тем чаще мы будем в бою получать больше серебра. А это еще сильнее путь в сторону игры на фулл голде, путь в сторону того, что серебро будет еще сильнее обесцениваться. Да, есть люди, у которых серебра немного, все тяжело, надо фармить, но есть настолько распухшие аккаунты, что там серебра миллиардами. Это награда тоже. Кого-то заинтересует, кого-то не очень. Но механика интересная, даже если у вас нет подписки, вы тоже будете фармить серебро. Я думаю, что обычные игроки, которые не донатят, обрадуются увеличению фарма серебра, а если еще и взводик подрубить, во взводе еще плюс к серебру, и там вообще серебро рекой польется. Но это не точно. Будет смешно, если в команде 0 человек с подпиской, к фарму плюс 0. Четко и классно. И последнее, наверное, самое интересное. По подписке будет доступен уникальный танк на все время действия подписки. Пока непонятно, какой танчик нас ждет, но тут же в новости написано, если вспомнить, какие танки были на тесте, то скорее всего будет что-то из этого списка. Eric Concept 1, Object 752, Vickers MK3. Я очень сильно сомневаюсь, что Eric Concept 1 запихнут в подписку. Это все-таки акционный танк 10 уровня и он смотрится на какую-то более легендарную значимую награду в каком-нибудь режиме, чем просто за подписку. Но если его сюда запихнуть, я думаю, подписку захотят многие, поскольку танк уникальный и жесткий. Ну, по крайней мере, был. К релизу могут его превратить и в кактус. Также еще неплохо здесь смотрится Vickers MK3. Это интересный британский премтанк 8 уровня, насколько я помню. Мне кажется, он сюда смотрится лучше всего. Ну и есть еще полным-полно старых танков, которые тоже сюда могут припихнуть, которые еще нигде не использовали. Ну вот, посмотрели мы на все вот эти вот бонусы, которые дает подписка. Непонятно, сколько она будет стоить, за что ее можно будет брать. И можете написать в комментариях, как вам все плюшки, которые в ней есть. Я уже выскажу свое мнение, что половина плюшек как-то 50 на 50, некоторые абсолютно мимо, а некоторые будут работать, даже если я не куплю платную подписку, но в команде кто-то с ней будет катать. И что-то пока как-то заинтересованность слабая, честно скажу. Единственное, что захочется получить танчик, если он интересный, покататься на нем, наиграться, получить три отметки, а потом зачем продлевать подписку. Вопрос интересный. Справедливые вопросы, которые могут возникнуть. Где третий слот в черном списке карт? Я знаю, что ответят разработчики, черный список карт портит балансировщик. Но на мой взгляд, балансировщик мертвый, какая разница где его похоронят, на метр ниже или выше, он все равно мертвый. Но видимо из-за этого и не добавили третий слот. Я думаю, что многие хотели бы третий слот, поскольку карт все больше и конченных среди них тоже. Также хочется по скидке, хотя бы по скидке снимать розовое, фиолетовое и экспериментальное оборудование. Белое оборудование оно нафига, если на нем мало кто играет, на мой лично взгляд. Мне так кажется, поскольку люди, которые играют более-менее активно и много, они же проходят боевые пропуски, где это розовое оборудование и выдается. Но у нас есть другие награды, там всякие демонтажные наборы, которые тоже могут свою актуальность потерять, если в эту подписку такие вещи добавлять. В общем и целом, механика интересная. Я думаю, многие бы хотели еще каких-нибудь плюшек себе получить. Но самое главное, чтобы они были интересные, полезные и нужные. Но также не раскрыт вопрос, какова цена? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Варчик, играть красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok